МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Женя, здравствуйте! Здравствуйте! Как приятно видеть в этой студии вас. А как мне приятно в этой студии задавать вопросы вам. Знаете, как мне неловко себя сейчас как-то чувствуется? Опа! Вот, вот, вот. Вот, значит, чужая студия. Да, осторожно. Живы? Никогда не думала, что окажусь на диване, на месте человека, с которым берут интервью. Когда к нам приходят разные специалисты, я думаю, как они умудряются за 5-10 минут рассказать столько важных вещей. Никогда бы не хотела на их месте оказаться. То есть вот по этому параметру у нас точно, у меня, вернее, точно эксклюзив, потому что я вам задаю вопросы в вашей студии. А первый вопрос будет про ТЭФИ. В прошлом году вы взяли ТЭФИ. И понятно, что вы взяли вот, ну, как лучшее, ведущее, утреннее обещание. А если бы надо было какой-нибудь выбрать один сюжет? Вот, предоставить, какой это был бы сюжет? Ну, во-первых, хочу сказать, что мы в паре получили с моим коллегой Владиславом Завьяловым не я одна. И вообще я всегда говорю, что это награда всей нашей программы. Но если говорить о материале, это очень трудно. Я не представляю, как жюри выбирают из такого огромного количества материалов, которые, в принципе, им присылают. Но если бы мне сказали прислать свое видео, я бы их завалила массой своих материалов на купленные. А вот если выбрать что-то одно? Очень трудно, Евгений. Но смотря что оценивается. Если речь идет именно о нашей утренней программе, я бы, наверное, отправила жанр интервью. Именно тот жанр, в котором я постоянно совершенствуюсь. Это очень сложная работа. Так что у вас... А что самое сложное в нашей работе? С точки зрения обладательницы ТЭФИ. Смотрите, у вас достаточно длинное интервью. И у вас есть возможность с человеком пообщаться достаточно долго. Может быть, он раскроется через 2 минуты, а, возможно, через 40. Может быть, никогда. По-разному складывается интервью. А у нас в эфире один гость и 5 минут. И для записи у нас есть 7-8, ну, максимум 10 минут. Темы достаточно сложные. Это и ЖКХ, и ПДД, и плохие хорошие дороги, и детские сады, и даже тюрьмы, и даже педофилы. То есть разные совершенно темы. У нас где-то порядка 4-5 гостей в день. И самое сложное – это быстро войти в курс дела, разобраться, прочитать массу статей и задать очень точные вопросы, чтобы получить очень точные ответы. Но, наверное, вот в этом вся сложность, и нет предела совершенства. А свой самый первый сюжет вы помните? Еще бы. Еще бы, да? Я всегда, когда со студентами работаю, рассказываю им об этом, потому что, когда приходят красивые, юные, такие уверенные в себе девушки, в основном, которые хотят стать телеведущими, им кажется, что быть красавицей достаточно в кадре. Я им каждый раз говорю, девчонки, кто хочет стать настоящей телеведущей, должен пойти в поля и обязательно поснимать серию репортажей, ну, хотя бы лет 5. Многие хихикают, кто-то действительно интересуется и задает вопросы, а что было-то у вас тогда? Я с гордостью рассказываю, как в 16 лет я пришла на телевидение, вот, и маленькая, ну, как, ну, юная девчонка, 60 косичек. 16, 17, 18? Лет было 16, я закончила школу, поступила на психфак, и мне казалось, что я стану великим психологом, но я поняла, уже на третий месяц учил бы, что какой из меня психолог вообще? Порой я сама себе не могу помочь. Какие-то его противничало, но ничего. Нет, нет, вот, и совершенно случайно, не случайно я встретила на улице своего бывшего руководителя нашей музыкальной группы, которую мы в школе пели, и он сказал, что он работает на телевидении, позвал меня сниматься в рекламе, 60 косичек, это было так эффектно тогда, в те годы. Я возмутилась и сказала, какая реклама, какая реклама мороженого, ты что? Я в новостях хочу работать. И он мне сказал, я ничем тебе тут не смогу помочь, покажу только дверь. И я помню, я прихожу туда, в шортиках, в маечке, оборачивается на меня огромная команда, работает там, ньюсрум, ребята уже 25-30 лет, они смотрят на меня как на симпатичное недоразумение и говорят, вы кто? И я говорю, я Настя Чернобровина. И тогда директор новостей Марат сказал, что бы вы хотели, я говорю, я хочу работать в новостях. Он говорит, а что ты умеешь? Я говорю, да я сочинение классно писала в школе на пятерке, все, они умилялись. И он говорит, хорошо, давай найди сама тему, мы тебе дадим оператора и сними свой первый репортаж, посмотрим, что ты собой представляешь. И я перелистала все газеты и нашла тему Международный день пожилых людей. И он тогда отмечался впервые. Дали мне оператора, я пошла на улицу, брала интервью, прочитала много статей. Конечно, тогда я брала информацию из газет, я еще сама не могла как-то анализировать. Я помню, меня от этого отучали. Но школа была сумасшедшая. Я сняла этот репортаж, я помню, как меня гоняли ассистенты операторов, как гонял режиссер монтажа. Иди, отстартуй кассету. Я говорю, что надо делать? Отстартовать кассету. Я бегала, спрашивала, что такое стартовать кассету. Так я училась всему потихоньку. И оператор мне очень помогал, который, кстати, сейчас тоже в Москве очень успешно работает. Я сделала свой первый репортаж, а потом их стало уже пять в день. Мне так все это нравилось, что я там начала. Тумас Аферская программа. Это со временем, да, смешное название. Какое название, кстати? Мастинкин альбом. Ну, это первое интервью просто получилось. Я поехала на пресс-конференцию с Александром Калягиным. Тогда у нас город был же закрытым, да. Потом его открыли, и огромное количество известных людей... Вы для зрителей поясните, что значит был закрытый город? Город Ижевск, это оборонный город, там производилось огромное количество оружия. И сейчас, по-моему, производится. И сейчас тоже, по-моему, да. Но тогда город был совершенно закрыт туда, не все могли попасть. В какой-то момент его открыли, он стал доступным для всех, и в первую очередь поехали к нам известные люди, потому что это была возможность, конечно, заработать новые деньги. И я поехала на пресс-конференцию, сидела и смотрела просто с открытым ртом на Александра Калягина, первый известный человек в моей жизни. И как-то, поскольку страхов никаких не было, я к нему подошла после пресс-конференции и сказала, дайте мне интервью. Он говорит, что? Я говорю, ну, интервью хочу записать. Он говорит, ну, хорошо, приходи в перерыве. И я пришла, он сразу узнал, а там стояла толпа журналистов, которые тоже хотели записать интервью. Он говорит, иди сюда. И как-то мы разговаривали, чем занимаешься, давай в Москву, на актерский. Я говорю, да, я ходила в студию в школе, неинтересно. Он говорит, все мечтают быть актерами. Я говорю, да, какая-то ерунда у вас, это профессия. Он, конечно, смеялся. Потом, да, дал интервью, и после этого обо мне на нашем телеканале заговорили. Сказали, ой, только маленькая записала, смотри. И как-то все понеслось. Ну, раз так получается, пусть пишет. И, конечно, помню еще одно второе было интервью с Квашой и Гафтом. Они на сцене, им выставляет оператор два стула, стол и еще один третий стол для интервьюера. Я сажусь между ними, у меня еще тогда две косички, они садятся тоже, готовятся. Сейчас будет большое интервью, кто-то обязательно очень важный придет и будет задавать очень умные вопросы. И они так, ну что, смотрят на камеру там в темноту, кто будет с нами брать интервью? Я сижу между ними, говорю, я? Они так, оба на меня. Вы? Вот. Это опять вызвало умиление. Я стала цитировать стихи, которые они писали. Потом Кваша сказала, как тебя зовут? Я говорю, Настя. Настенька, как моя внучка. Ну и как-то вот они расположились, и интервью стали складываться. Они сами собой раскрывались, им хотелось что-то рассказывать, как будто ученица. Вот так и понеслось. Вы упомянули студентов. Я видел ваше выступление в Московском институте телевидения и радиовещания «Останки». Да, да. Где вы курсантам говорили, что надо быть самим собой. Вот не надо как-то, условно говоря, там заморачиваться. А что, у вас вот нет вот этих вот профессиональных фишек – рабочая сторона, а не рабочая сторона? Вы всегда, когда в кадре, вы вот действительно не думаете о том, что на вас, какая у вас прическа, какой макияж. Вы вот прям само собой… Ладно, уж Евгений, но не до такой уж степени. А что ты молодежь учите тогда? Нет, я же имею в виду другое. Я им говорю о том, что когда ты работаешь корреспондентом и делаешь репортажи, не думай о себе в этот момент. Потому что многие думают о том, как они смотрятся в кадре, как они сказали эту информацию. Нет, тогда я не думала об этом совершенно. Мне главное записать интересное интервью, получить достоверную информацию, перепроверить это у первоисточника. Я об этом ребятам говорю. И как раз мои фильмы на телеканале «Моя планета» позволяют мне оставаться собой. Я такая, какая есть, и совершенно… Нет, ну так совсем нельзя говорить, вообще не думая о том, как я выгляжу в кадре. Но я думаю в первую очередь о своих персонажах. Когда речь идет о студии, да, нас ставят в определенные рамки. Вы думаете, мне так нравится носить платья? Меня заставили их носить. Я в основном, конечно, ношу джинсы, майки, кеды, мне все это очень нравится. Поэтому здесь, конечно, ты должен думать о том, как ты выглядишь. Если не ты будешь об этом думать, режиссер за тебя подумает, и он тебе все равно скажет, как надо. Конечно, прическа для женщины, ну как… Ну, конечно, это тоже важно. А знаете еще, почему важно? Потому что, с одной стороны, это и хорошо, и не очень. Наверное, мужчины-зрители в основном запоминают нашу информацию, а женщины-телезрительницы только обсуждают, как ты выглядишь. Не в основном. Ну, конечно, вы же понимаете, что когда на экране красивая женщина, всегда это, в общем-то… Это достаточно. Чек запоминает информацию лучше, скажем так. Мы лучше запоминаем информацию. Вы упомянули группу школьную. И я вспомнил, что лет пять назад на «Маяке» был разговор большой с вами, проект «Свои», где я тогда впервые узнал, что Настя Чернобровина поет. Она сочинитель, исполнитель песни «Эйфория». И теперь-то я понял, что это… Что даже слышали. Ну, я этот эфир смотрел. Уф-цел. И я понял, что, значит, вот не просто так вдруг Чернобровина решила запеть, а что под этим какой-то базис школьный, что за группой. Ну, во-первых, не пугайте сейчас аудиторию, скажешь, так, еще одна пошла петь. Нет, запе… Ну, я пою для себя, мне это все нравится. Я ходила в театральную студию в школе. И там играла, помню, бабку в какой-то деревне, я несла дрова, пела русские народные какие-то песни. Меня увидели в школьной группе музыкальной, забрали к себе, я пела уже более современные песни. У меня хорошо шел фальцет тогда. И я ничего не пела, я только фальцетом подпевала. И у меня было страстное желание заниматься этим пением более серьезным. Даже в школе я ходила в хор, но недолго. Все-таки мне больше нравилось заниматься спортом, литературой, русским языком. Некогда было. Я очень жалела, что перестала. А вот эти ребята в музыкальной группе, они же достаточно взрослые уже были. И тогда у них была музыкальная студия, и они готовили молодых музыкантов на программу «Шире круг». И я приходила к ним на репетиции, и по пять часов сидела и слушала, как они играют, как они поют. Мне так-то все хотелось, но у меня не было денег учиться. Ну а потом уже со временем, когда выросла, приехала в Москву и начала работать, у нас было шоу «Народные артисты». Всех ведущих попросили для первой программы спеть какие-то известные песни. Я сходила, спела, а там в студии сказали, какой тембр хороший. Я говорю, молодцы, всех поддерживайте. А ты обрастительно очень душевный, так, ваш знаменитый фирмен, конечно. И они сказали, ты зря не поешь. И я сказала, на большую сцену, конечно, я никогда не пойду. Телевидение мое все-таки в призвании, моя работа, моя любовь. И через полгода мне пришла мысль написать стихи и записать песню просто в подарок. Я это сделала. В подарок кому? Любимому человеку на день рождения. А в караоке поедете? Вот удивительно, в караоке у меня плохо получается. Не люблю почему-то караоке, не знаю почему. Вот просто поимпровизировать там люблю. Когда начинаю караоке петь, как-то я не узнаю свой голос. Мне хочется все выключить, сказать, давай гитару, и я вот так тебе спою. Просто когда вот слушаешь эту эйфорию, совершенно сложно представить, что человек, написавший это и исполняющий это, при этом вот в одной своей ипостаси экстремал. Я к вашему проекту на канале Моя планета, потому что у вас там приключения-то случаются экстремальные, и жизнью рискуете. Я слышал, что бывали ситуации, когда и тонуть приходилось. Что это за история? Ну, такая поучительная была поездка. Она какая-то была странная, удивительная и очень поучительная. Давно это было? Ну, я думаю, лет 10 назад. А, еще при той власти. Понятно. Да, мы приехали в Венесуэлу, тогда мы преследовали две цели, был дайвинг-фестиваль, и я снимала свою программу. По пути я должна была снять и дайвинг-фестиваль. Мы разъехались с дайверами. Нас было очень много, огромное количество багажа. И в первый же день, я помню, взорвали мост, или он разрушился по дороге в Каракас. И нас поселили рядом с аэропортом в какой-то совершенно богом забытой гостинице. И все нашли свой багаж, а я не нашла свой чемодан. Первое, что со мной случилось, я потеряла все свои вещи. Хорошо, что там было тепло, и одна девочка мне оставила одну майку, я купила какие-то там шорты, у меня была зубная щетка с собой, поскольку был дальний перелет. И это все, что сопровождало меня оставшиеся 10 дней. И после того, как я сняла фильм, мы в последние три дня поехали снимать дайвинг-фестиваль. Море штормило. И человек, который нас сопровождал, не пустил иностранцев, которые тоже хотели понырять. У меня не было ни одной репетиции в открытом море, только бассейн в Москве. И меня все-таки взяли в лодку. Никто никому не сказал, что я вообще даже такой очень слабый новичок. Мы пошли в море, море штормило, никто не знал, что я ничего не понимаю в этом. На меня надели беседе, маску. Я ее пыталась надеть каким-то образом на лицо. Все садились на бортик и вниз головой, кувырком уходили в воду. И этот человек, который нас сопровождал, он на меня смотрит. Смотрюсь, как-то я странно себя веду, не уверена. Тот человек, который должен был меня сопровождать, он уже ушел в воду. Я осталась одна. Он говорит, ты хотя бы волосы из-под маски-то убери, ты даже неправильно ее надела. Я говорю, да, хорошо. Я не успела разобраться дальше, как меня быстро сбросили за борт. Ну, а дальше все пошло очень быстро. Вода, волны высокие, нас относила от лодки. Вода пошла сразу в рот, в уши, в глаза. Потому что не была зафиксированная маска. Конечно, не зафиксирована маска. Я не успела надеть трубку. Я не знала, как мне пойти под воду, потому что я в море не тренировалась, а уж в штормовом море тем более. Этот человек, который должен был быть со мной рядом, подплыл, запаниковал, что я не могу справиться. Он стал меня поднимать к себе на плечо, но вода очень высоко поднималась, и все было плохо. Он тогда сам в панике стал накачивать мне жилет еще больше. То есть, да, его раздувать, чтобы меня, как поплавочек, подняло наверх. Он сжал мне все легкие. Я стала задыхаться. То есть, вода во рту, легкие, зажатые. Вот. Я стала терять сознание. Ну и все. Дальше я все смутно помню. Я помню, что нас уже относила. Я помню, что он махал рукой кораблю, чтобы нам кидали трос. А там стоял оператор. Ничего не слышно. Ветер. И он нам, я помню только, он нам машет, все хорошо, мы вас снимаем, нормально, плывите. Вот. А дальше, по-моему, я потеряла сознание. Я помню только какой-то резкий рывок. Я уж не знаю, как они там договорились, но канат действительно кинули и нас подтянули. Потом откачивали, потом слезы, потом боль, ну и все остальное. У меня вот эта вот паника, ужас и какое-то счастье, что выжило, и вообще все смешало. И, конечно, эта поездка была в этом плане такой очень-очень нужной. Все ребята со мной сидели всю ночь. Я не могла не спать, меня тошнило, голова кружилась. Ну, в общем, там полный букет. Вот. И мы как раз на следующий день улетали. И я помню, с утра, мы не спали, получается, больше суток. А, в этот же день, когда вот это все случилось, я помню, все плохо-плохо, и я говорю, я же интервью не записала. Я так ревую, мне так себе жалко. Потом солнце садится. Мне же надо еще пять интервью записать. Бегом побежали. Вот что профессионализм значит. Мы пошли, быстро записали все интервью. Я посадила всех дайверов в разные точки этого острова. Только мы все записали. И я так... Опять в слезы, что такое приключилось. А когда улетали, на следующий день мы пошли в аэропорт, и наши продюсеры взяли разговорники испанские и пошли искать мой чемодан. Пропали на три часа. Я сижу, читаю книжку. У меня какое-то полное освобождение. Я спаслась. Без вещей себя чувствую. Прекрасно. И вдруг где-то за минут, наверное, 30 до вылета идут с моим чемоданом. Я им говорю, ребят, мне не нужен этот чемодан. Оператор говорит, выбрасывай свои вещи, отдай мне головку, что тебе его 2000 долларов стоит. На минуточку, да. И после этого, конечно, я поняла, что теперь я буду всегда говорить то, что думаю. Если я люблю своих родных и своего любимого человека, я буду говорить, что я его люблю. Не придумывать ничего. То есть перепахало реально. Все. Перетрясло полностью. Передряхнуло. И, конечно, я перестала заниматься экстремальными видами спорта. Потому что у меня и парапланы, и дельтапланы, и парашюты, и рафтинги, и чего только не было. Ко всему надо все-таки очень серьезно подходить и готовиться. Иначе второй раз жизнь уже не простит. Во второй части программы мы с вами поговорим, насколько экстремальной является ваша деятельность в русском географическом обществе. Хорошо. Ну, Астин, мы с вами чудесным ТВ-образом телепортировались из вашей студии в русское географическое общество. Красиво здесь, правда? Здесь шикарно. Сразу погружаешься в другую атмосферу. Причем не только в этом помещении, да. А как вы в эту атмосферу попали? То есть каким образом телеведущая утреннего вещания попала в русское географическое общество? Все-таки это, наверное, с моей планеты, да? Со своей планеты. Мне кажется, случайно не случайно, как и на телевидении. Я снимала действительно на моей планете фильмы. И однажды готовился большой проект холдинга ВКТРК. Нужно было снять четыре крупные локации, как мы говорим. Четыре заповедника нашей страны. Разъяснились четыре корреспондента в разные точки России. Мне достался Усленский заповедник Арктика. На самом деле самое необитаемое место из всех четырех локаций. Потому что кто-то полетел на Сахалин, кто-то на Камчатку. Самые лакомые места журналисты уже разобрали. И я подключилась к последней. Сказали, вот есть Усленский заповедник. Я говорю, а что там? Говорят, ничего. Я говорю, как ничего? Полетели ребята предварительно на рекогностировку снимать. И привезли мне фотографии. Здесь тундра, здесь река течет, здесь много гор. Я говорю, а людей вообще нет? Нет, ну есть один там егерь, у него старушка небольшая. В 500 километрах от него никого. Я говорю, это же очень здорово, если хотя бы один человек. Я говорю, а полярная станция? Я говорю, да, есть полярная станция, но там три человека сидят. Я говорю, это же отлично. И я была счастлива. Внутренне, как по-журналистке, я успокоилась. Я поняла, что с этими людьми мне будет о чем поговорить. И вот таким образом я сняла свой первый фильм. Там я познакомилась с Дмитрием Сергеевичем Песковым, с Владимиром Владимировичем Путиным. Это было мое первое интервью с президентом, а тогда с премьер-министром страны. И как-то вот все понеслось, все очень быстро. Фильм получился хорошим, нас наградили грамотами. Потом Сергей Кужгевич сказал, хватит тебе там сидеть в своем утре, снимать какие-то фильмы. Давай к нам в русское географическое общество. У нас столько работы, столько дел. И как-то я не смогла отказаться. У меня даже вот мысли другой и не было. Я только успела сказать, да, конечно. Мы, кстати, не репетируя совершенно, остановились напротив таблички с Путиным ВВ. Да, Шойгу и Путин. А Путин ВВ, он здесь часто сидит? Ну, не так часто, как хотелось бы, но он часто бывает на всех наших крупных мероприятиях. Просто мы думали, что попечительские советы, поскольку это зал ученого совета, и как мы ее называем, негласно, попечительская библиотека, поскольку сюда привозят наши попечители уникальные издания, атласы, книги, карты. Мы планировали здесь проводить наши крупные советы попечительские. Но мероприятия получились такие, знаете, богатые на события. У нас очень много гостей приезжает на попечительский совет. Это экспедиционщики, журналисты, фотографы, географы, геологи. Что всех их вместить в этот зал невозможно. И мы переехали в историческую штаб-квартиру в Санкт-Петербурге и проводим все наши советы там. Поэтому Владимир Владимирович здесь был на открытии и только пока. Ну, там, кстати, кто-то пытался обратить внимание, пока мы вас ждали здесь группой, кто-то эту табличку пытался... Пытался снять, да? На память, да. Слушайте, ну, я думаю, это нормальное желание любого человека. Абсолютно закономерно. Кстати, вот вы упомянули вашу работу, ваш фильм. Я напомню, как кто-то из наших коллег с вами, журналистов, шутил относительно того, что Настя высказала желание снять фильм про Крым. И после этого произошло воссоединение. Крым, и говорят, не собираетесь ли Чернобровина про Аляску что-нибудь снять? Не собираетесь? Ой, как я люблю разные слухи. Уж каких только слухов нет вокруг. Но мы, как журналисты, понимаем, что любой слух... Правда говорят, в каждом слухе есть доля правды, да? Приятный слух, не знаю, что сказать. Нет, конечно, Крым уже был присоединен тогда к России, и я поехала снимать большое кино. И, кстати, я была первый раз в жизни в Крыму. И, наверное, в этом была своя маленькая прелесть, потому что я на все смотрела широко раскрытыми глазами. Конечно, одно дело – это люди, рассказывающие о своем детстве, кто как отдыхал, первые влюбленности. А другое дело – когда ты все-таки видишь этот край своими глазами. И я построила тогда фильм на названиях сел. Причем мой фильм называется «Приятное свидание». Это не просто выдуманная какая-то история. Действительно есть такое село – «Приятное свидание». И далее мы снимали все слово «счастливое», «добренькое». Разные совершенно были названия. И я решила проверить, насколько счастливы люди, живя там в селе счастливом. Насколько приятное свидание у меня будет с этим местом. Оно было, правда, таким, знаете, разным. Во-первых, у меня было ощущение, что я переместилась на машине времени куда-то на несколько лет назад. Ну, лет, наверное, на 30-40 в советские времена. Там ничего, мое ощущение не изменилось. С моего детства, когда вот я жила в своем городе… А это хорошо? Это хорошо. Знаете, отчасти это хорошо. Люди живут на своей земле, они ее любят, они работают на ней, они выращивают виноград, фрукты, они живут этим. И самое интересное, что во всех деревнях, ни в одной деревне я не увидела больших заборов, как мы привыкли это видеть в больших городах нашей страны, особенно в Москве. Куда ты не поедешь, везде стоят трех-пятиметровые заборы. Нет, там этого ничего нет. Ты идешь и видишь, что у баб Мани, у дяди Вани происходит. Все друг с другом общаются. Они говорят, что по-прежнему не закрывают двери на ключи, они даже не знают, где у них ключ от дома. И в этом есть своя прелесть. Другое дело, конечно, что хорошо бы восстановить там сады, и также выращивать виноградники, яблоки, чтобы все это у нас снова процветало. Там еще нужно очень много работать. Конечно, в Крыму должен появиться элит, возможно, уже сейчас есть такие люди, должен быть настоящий хозяйственник. Я надеюсь, наш президент даст все возможности, чтобы Крым все-таки расцвел. Ну, надо очень много работать. Ну, напоминаем время, в частности, сейчас. Но люди там потрясающие. И раз уже мы тему ваших фильмов затронули, знаете, общее место для журналистов, нас упрекает, что мы сделали сюжет, фильм и забыли про это. Вот вы отслеживаете свои работы. То есть я про Хакасию хотел бы спросить, про Ирбисов. Это же было просто такое открытие. Да, Жень, это очень хороший вопрос, потому что совершенно случайно, опять не случайно, меня пригласили от Русского географического общества, я тогда еще не работала внутри. Меня просто приглашали как журналисты снимать кино после Арктики. Я поехала вместе с учеными в экспедицию. Это был Саян-Шушенский и Хакасские заповедники. Задача стояла перед учеными поймать Ирбиса, снежного барса. Это, в принципе, сделать было практически невозможно до определенного момента. Ученые много лет следили за этим животным только по его следам. Но Русское географическое общество в свое время поддержало эти заповедники и закупило огромное количество фотоловушек. Фотоловушки, они крепятся на деревьях и ловят любое движение животного, комара, кого угодно, в том числе и браконьеров, которых, к сожалению, невозможно даже в виде фотографий арестовать. Так вот, был уникальный день, когда ученые выследили Ирбиса по кличке Монгол по этим фотоловушкам и его поймали. Конечно, был волнительный момент, когда они его усыпляли. И я это все снимала в режиме онлайн, что называется. Я очень за него переживала, но журналистская работа, она заставляет оставаться хладнокровным. И все-таки ученые это делали не ради забавы, ради того, чтобы повесить на животное спутниковый ошейник, дальше, чтобы за ним следить. Они замерили его. Но, вы знаете, это такое приятное ощущение, когда ученые, ладно, я журналист, я же в этом ничего не понимаю, ученые первый раз за долгие годы исследований увидели это животное вот так, его потрогали, погладили, замерили. Конечно, они были самыми счастливыми людьми на свете, и как дети, они рассказывали, как они его ловили, как они делали эти безопасные капканы, чтобы никак не повредить лапы животного. И единственное, что мне запомнилось, это самый пушистый длинный хвост на свете, который я видела. Действительно, у Ирбиса самый длинный хвост из семейства кошачьих. И именно тогда, в те дни, приехал Владимир Владимирович, который, конечно, тоже принял участие в этой программе. И именно тогда был учрежден новый заказник в Хакасском заповеднике. Мне кажется, это хорошо. Дальше отпустили этого монгола в Саяно-Шушинском заповеднике, домой. И мы долго за ними следили, вместе с учеными. А давайте вы концовку этой истории расскажете, как принято назвать в другой локации. Давайте мы перейдем в другое место. Я вот единственное не понял. Вы профессионально все-таки ушли от вопроса? Или я вам просто не позволил его развернуть? Ответ я какой ожидал? Бросаете ли вы свои темы и сюжеты? Нет. В частности, про Хакасию. Нет, я должна была в любом случае дать небольшую предысторию, чтобы было понятно, чтобы даже человеку стало интересно. А что же дальше? Так вот с этим Ирбисом, с монголом, которого мы полюбили всей своей душой и сердцем, потому что парень, он, конечно, боевой. Сейчас ему уже лет 16. И даже в дикой природе, говорят, не живут столько дикие животные. А он живет. Не живут, даже кошки иногда живут по 16. Да, я не знал, что... Именно в дикой природе говорят, да. А он живет, он очень... У него много девчонок, много детишек. У него такая крыша, что, в общем, он в крышу. Хотя он несколько раз попадал в лапы к браконьерам, но он выбирался из капканов. То есть это какой-то удивительный зверь. Мне кажется, это счастливчик, монгол счастливчик. Прошло 5 лет с того момента, как я сняла этот фильм. Раз в год я звоню в Хакасию и спрашиваю, как у него дела. Каждый год ученые за ним продолжали следить. Откуда же у меня информация про девчонок и детишек? Вот. Но сам ошейник либо от удара о камень, он ломался. Его ловили второй раз, надевали новый ошейник, и он снова ломался. Мне кажется, что это... Наверное, ученые сейчас будут ругать меня, но это правильно. Не надо животному мешать. Можно через фотоловушки за ним следить. И, наверное, этого достаточно все-таки, потому что животному, в первую очередь, не очень удобно. Сейчас, говорят, он пропал из фотоловушек в том числе. Но как было там порядка трех ирбисов в самом Саяно-Шушенском заповеднике, так их трое там и есть. Всего... Вы знаете, когда я фильм снимала, говорила, что около 36 ирбисов у нас в стране. Сейчас, говорят, от 60 до 80. Увеличилась ли популяция? Или пришли кочующие животные к нам сюда, и, может быть, они уйдут? Непонятно. Но мы постоянно за ним следим. И на нашем сайте можно отслеживать информацию о всех наших животных и о многих наших проектах. Наши экспедиции археологические, они обычно многолетние. И любой, кто этим интересуется, может почитать всю сводку, с чего все началось, как это выглядит сейчас и, теоретически, куда мы движемся. Потому что каждый год какие-то новые и новые открытия. Я недавно узнал, что это вы придумали название целого телеканала. «Моя планета». «Моя планета». Я не знал, что это... Нам просто руководитель сказал, подумайте. Он строил тендер. То есть это фактически на стену планеты получается. Про учебу вы упомянули студентов, и я сразу... Такой самый первый журналистский вопрос, наверное, который возникает, если в стенах РГО, это что у вас было по географии. Но я знаю, что вы уже отвечали на этот вопрос, что у вас была четверка, потому что у вас был... Слабая четверка. А что такое слабая четверка? Слабая четверка – это, мне кажется, нас учитель вытягивал. Но не хочу ничего плохого сказать о нашем учителе, но я помню, что как-то вот неувлеченно, что ли, он преподавал... Не зажигал, да? Не зажигал, и мы не увлекались. И я помню, я панически боялась подойти к карте. Не знаю, почему тогда так было. Либо я сама что-то не восприняла тогда, да? Может, что-то учитель не додал. Я не знаю, это было уже очень давно. Но я благодарна другому преподавателю. У нас был учитель математики, классный руководитель, который нас водил в походы. И вот ему я безумно благодарна за то, что мы ходили в Уральские горы. Он брал ответственность за весь класс. Мы ходили, поднимались на вершины этих неприступных гор. Дети, шестой класс. Мы мыли кастрюли песком из холодного ручья, из ледяной реки горной. Мы изучали травы в лесу, мы учились готовить. Я была такой походницей. Я думаю, откуда у меня такая тяга к русскому географическому обществу? А потом начинаю вот так вот складывать, связывать все нити. И понимаю, что все закладывается в детстве. Но географию нашей страны узнать практически невозможно. Даже, мне кажется, за школьный период. Она настолько большая, она настолько уникальная, она такая разная, что пока мы не знаем географию нашей страны, нам будет интересно изучать этот предмет. Посмотри, ты часто очень читаешь это и в благосфере, и в средствах массовой информации, что у нас действительно много прекрасных мест, то есть природа уникальнейшая. А поехать некуда, в смысле не все же готовы песком кастрюлю идти. Это правда. И вот в палатках ночевать. Но многие. Ну, есть такие люди, но люди, которые хотят с комфортом куда-то поехать, у нас с сервисом плохо. Это почему? Потому что мы не любим служить или обслуживать не любим? Вот почему у нас? Или вы считаете, что это заблуждение, с сервисом у нас все нормально? Слушайте, такой больной вопрос затронули. Я тот же самый вопрос, как журналист, задаю в своей программе. Я знаю, я хочу теперь ваше мнение услышать. Ой, не знаю. Наша страна, она все-таки для походного туризма, мне кажется, в первую очередь. Потому что у нас так много труднодоступных мест, у нас такие уникальные заповедники, куда очень непросто попасть. Но если туда попадаешь, не нужна там пятизвездочная гостиница. Вот мне так кажется. Конечно, хочется с комфортом провести время, особенно в холодной стране. Но путешествуя по России, надо настроиться на экстрим. Я вот что для себя решила. Конечно, нужна инфраструктура. На это у нас уйдет сейчас очень много времени. Вы знаете, я придумала новую акцию «Лучший гид России», которую мы обязательно запустим по всей нашей стране. Все, к кому я обращаюсь, готовы подключиться к этой акции. И когда я стала копать, выяснилось, что у нас в сфере туризма вообще пока все вяло текуще. И нужно просто потратить, ну как и в промышленности, как и во многих сферах после 90-х, все нужно поднимать с нуля практически. И я уверена, что у нас все получится. У нас очень увлеченные люди. У нас есть бизнесмены, которые хотят в это вкладывать. Я думаю, тут только чуть-чуть еще усилия государства. И очень хорошие контролеры и люди, которые действительно за это переживают. Без имен. Вы упомянули 90-е. И не секрет, что многие наши коллеги с вами, люди из медиа-сообщества, считают, что 90-е годы были лучшими годами для нашей страны. Ваше мнение про этот период? Вы знаете, я была все-таки еще салагой в 90-е годы, я еще была подростком. Но вы знаете, 90-е годы для меня были такими очень сложными. Я тогда приехала в Москву, и я сама вставала на ноги. Я видела Москву еще без уличного красивого освещения. Тогда еще была темная Москва во всех смыслах этого слова. И я как раз попала в самый переходный период, когда появилась первая иллюминация, когда вдруг осветили улицу Тверскую. Я помню, как все было как-то вот, знаете, было страшно. Мне было страшно. Я чувствовала себя незащищенной. Мне было там 16, 17, 18 лет. Я пыталась найти работу. Я выживала, как многие, кто вставал на ноги в Москве. И мне было очень страшно. Но мне везло с друзьями. Вот чем хороша наша страна? Я всегда всем за границей рассказываю, что Россию отличает душа. У нас такие настоящие люди и настолько открытые, всегда готовые помочь. Нигде, ни в одной стране мира такого нет. Вот. Россияне этим отличаются от всех. И где бы, в какой ситуации я ни оказывалась, мне всегда помогали люди. Вот, наверное, мой страх перекрывал вот это человеческое понимание, терпение, дружба. И я даже, когда мне исполнилось 30 лет, и я более-менее встала на ноги в Москве, я собрала всех людей, которые мне помогли за 10 лет состояться. И я всех лично отблагодарила. Поэтому такие, знаете, странные времена. Не хочу я в политику совершенно никак вдаваться. Я помню, что были экономические трудные какие-то годы. Помните, когда доллары негде было поменять. Я вообще первый раз увидела тогда доллары. Все какое-то было странное, такое непонятное. Мне кажется, вот мое поколение, оно благодаря 90-м как-то успело сгруппироваться и состояться. А вот следующее поколение, где вот, например, уже моя сестренка на 7 лет младше, мне кажется, что это потеряно немного поколение. Не могу объяснить, какая здесь взаимосвязь. Нет, я понимаю, что вы имеете в виду. Мы тогда выживали, и нам это очень помогало. А потом какой-то период такой легкой стабильности, штори, какого-то постоянства возникло. Но поколение родилось, и оно не могло понять, а куда дальше. Высших учебных заведений, ну, вроде они есть, но непонятно, чему они учат. Специалистов мало, многие уехали за границу. Кто остался, сам не понимает, как ему еще здесь существовать. Знаете, я считаю, что если не у всех, но у большинства будет такой настрой, как у вас, то мы не то что выживем, мы прорвемся, в конце концов. Когда есть люди, у которых есть собственная планета, они даже на планету, на которой они живут, делают лучше. Огромное вам спасибо. Спасибо, спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok